Обрезаем плодовые деревья Я сейчас с вами общаюсь, как мы договорились, первый пункт это ответы на вопросы А вот это мне прислали с Тюмени Вы помните, в прошлом я вам показывал фотографию памятника садоводам Сибири Это памятник сделали наши, мои друзья, вот, неравнодушные А вот это вот в Тюмени Нина Баева прислала Вот, не случайно, где-то такой памятник стоит Извините, раком стоят садоводы и всю жизнь вот искалеченная вот это все за вами выправляют Но сперва калечат, а потом мучаются, тратят огромные деньги на все про все Ты же придумала же это самое, ты же придумала 3,5 месяца выкопать корни у живого дерева растущего И 3,5 месяца их, это самое, закалять от августа, сентября, октябрь, ноябрь Вот, и вот с этим знанием, вот что мы имеем Вот, это символ, вот это вот бы, вот в это, в эту бы энциклопедию А я предлагаю, друзья мои предлагают, совершенно, вот единственное, что Вот это мои феи, это он настоящий фей Вот единственное, для чего нужно стоять в позе вот такой вот буквой Г Это только забирай урожай из-под низкорасположенных веток Ну что, это называется я с улыбкой Ладно, пошли дальше, все, я бы, как, иначе бы я просто инфаркт бы хватился Я не могу это видеть, вот Вот здесь, да, здесь несколько посаженных, несколько расположенных веток Их никто не отрывал, отрезал Вот это, да, тут действительно надо уже стоять Вот, иначе вырожай не соберешь У меня персики вот так вот были, ветки, на расстоянии 30 сантиметров И первый урожай я помню Так я под них подныривал, на животе, даже не на коленях, на животе ползал Чтобы собрать персики, это был первый урожай Нормально расположенные почки, нормально абрикосовый, однолетний побег Посмотрели, теперь сюда Вот, если эту почку, из нее пошло деревце, это мое деревце я привел Так, она вот такая пысенькая, все У нее нет никакой худосочности Вот худосочность деревьев, показываю Ну, то есть, это аукается в предыдущих семинарах Худосочность выражается в следующем На большей части России абрикосов нет, я уже сказал Потому что их гноят А те, которые не гноят, тут еще так Значит, ага, караул, абрикос, а он, это мой сад, да Вот, абрикос голенастый А он не может не быть голенастым У него после страшной зимы много почек погибло Вот, ну, в принципе, он жив Так, нормально Это еще не смерть Вот, но рекомендуется вернуть вот эти сюда Если, допустим, вот тут отрежем Вот здесь появятся веточки Сейчас я вам покажу Вот Во-первых, я ничего не отрезаю Видите? Я сам сейчас только обратил внимание на дальний план Ух, как они ужасно выглядят Какие кривые, какие рыбы Ну, сколько на них плодов И вот ради этого я их не трогаю Вот Они и так мученики Потому что их загнали в Сибирь Так же, как каторжниковы Им тут каторжный труд Вот А теперь смотрите Вот когда уже в такой Когда советуют вот так обрезать Да Обрастают вот такими побегами Но По крайней мере Есть такой способ обрезки Для того, чтобы было много веток на черенкование Увы, друзья Видите вот эти вот букетики Вот они, вот они, вот они А это уже почка чисто плодовая Она может дать побег Если ее отрезать и перенести на, скажем, молоденький сеймс Может Но это уже Как бы ее назвать Вторичная Как бы Второй сорт Вот так Вот Возвращаю Вот сюда Вот она Вот это Прирост последнего года Так Ответил еще один вопрос Или когда мы до вишни То доберемся Уже почти полчаса А вишними не пахнет А Откуда Берутся черенки Я еще Оказывается Не закончил тему Поздно резать Получаем Приросты В виде плодовых веточек Для того Как учат Платоновой И другие Да Вот такой обрезкой Мы можем Вернуть Подношение на оставшийся Огрызок Но не забывайте про морозы И про участь Которая часто кончается Плачевно Но почему-то Обрезку А буду И последующую смерть Вначале урожая Потом смерть Преждевременная Вот И я еще вам потом покажу Вот И еще раз Вот это Скажу Обрезка Обрезки рознь Может быть и на этом Закончим разговор Вот Обрезка Обрезка Абсолютно Необходимый прием Значит Он Необходимый В отдельных случаях Но не те Как она говорит Мы потом У меня же будет тема Обрезка Мы потом Будем По каждый пунктик Читать Вот И Наверное Все-таки Издеваться Над этой дамой Потому что Она это заслужила